Поседа сегодня завершена предмету высокому журтворящему кресту Спасителя, орудию и знамению победы, одержанной Бога-человеком над адом и смертью. Мне рассудилась по триактиме Владимира, педагог, немного литератор. Мне рассудилась, что неплохо в музыке, если у вас нет принципиальных возражений, маленькую музыкальную заставку, которая трудами моего тезки Артемии Косинкова, молодого, красивого, благочестивого артиста, не просто артиста, а руководителя детской певческой студии, пионерия, студии Георгия Струга. Он и его родительницы, подвижники, в полуце детского вокала, многие из вас уже встречались с этой хоровой капеллой, особенность которой от иных подобных учреждений заключается в том, что дворовые мальчишки приходят, не зная ни нот, ни голосом с тобой, только в студии. И благодаря методике, замечательной русского, вокалист и педагога Георгия Струга, начинают петь, обладевают всеми сокровищами и западноевропейской музыки. от Баха и Моцарта до советских и постсоветских композиторов. Если вы не разрешите, то мы начнем с нескольких произведений, которые Артемий любезны. А где же сам Артемий? Видимо, он проживает. Пожалуйста. Приветствую музыку. АПЛОДИСМЕНТЫ Который он любезно предложил для нас с вами. Они очень маленькие, и я думаю, что мы с вами обретем крылья вдохновения для слушания живого слова. Первое произведение. Как я понимаю, это гармонизация ваша. АПЛОДИСМЕНТЫ Первое произведение Марины Цветаевой «Ангелы», в котором поэт или лирический герой произведения воспоминает о невидимых, невестных, безмолвных силах и выражает свою тоску по небу, по ангельской чистоте и легкости. И детское, и взрослое одновременно произведение. А второе, на мой взгляд, замечающее стихотворение Николая Гумилёва, начинающий со словами «И я, что мог бы быть, что мог быть лучшей из поэм, звонкой скрипкой или розой белой». Здесь, в этом произведении, я не буду его зачитывать, вы услышите. Сокровенная мысль передана, что сердце человека, страдающее, мучающееся сердце, таинственно связано с распятым, куда нам спасителем, который, как человек, воспринял на себе боль и страдания и муки, чтобы искупить каждого из нас. Почему? И заканчивается нам словами, лишь шепчу, пусть плохо мне приходится, было хуже Богу моему, и больнее, Богородице. Мы еще говорим о том, как великие богородукновенные мыслители на церкви, начало христианской эпохи, соотносились, прадания и спасительных крестецов, и мы говорим, мир человека. Это Бобилёв. И Бальмонт, парадоксальный поэт, это псевдоним. Памилия у него была отборенная, немножко пугая. И в своем эссе стихотворном он говорит о неком воздушном, золотом мостце, который соединяет земное и небесное. В моем восприятии есть только один мост, который перекинет между временем и вечностью, между видимым и невидимым. Это, конечно, крест. Не случайно он некогда представал отчам, духовным, патриархам, как лестница, «Золотая лестница», «Уходящая в бесконечность». Поэты действительно, невзирая на образ своей жизни, часто писали вещи, произведения, или, во всяком случае, с помощью художественного образа, запечатлевали что-то настолько значительное, что, может быть, и не соотносилось прямо с главным пафосом и настроением их жизни. Поэт в России больше, чем поэт. И последнее произведение, четвертое, которое вы слышите, напоминает о теме «Цветаевская». Я назвал произведение «Крылья», в котором в поэтической форме и высказал тоску по небу и ощущение бескрылости, какой-то придавленности земным жизненным бремием. Ну, а так как политическое произведение, в отличие от духовно-богословского образа изложения «Это всегда некая тайна», мне представились эти крылья связанными бичевой, лежащими на палате, которые, сняв, я положил перед собой, они такие длинные, что в квартире даже нет возможности эти крылья развернуть. Так вот они и лежали на паркете, я смотрел в окно, чая в наступающие весны, а там влезли свистения и птахи, крылатые существа, а между тем представление от крыльев вдохновения, и крыльев радости и легкости, это, конечно, плод крестоношения. Когда мы поначалу напоминаем собой кокон, а потом через молитвенное, благодушное перенесение всего земного и при глубоком покаянии вдруг превращаемся в существа в крылатые у батюшки, и все в этом не способны. Я готов от вас любую ночь улицей, если вам покажется, что пора оканчивать наше беседование. Марина Цветаева «Ангелы» Бог согнулся от заботы и затих. Вот и улыбнулся, вот и много ангелов святых с лучезарными телами сотворил. Есть с огромными крылами, а бывают и без крыл. Оттого и плачу много, оттого, что слепил я больше Бога, милых ангелов Его. Губерев, Я, что мог быть лучший из поэм. Я, что мог быть лучший из поэм. Звонкой скрипкой или розой белой. В этом мире сделался ничем. Вот сижу и ничего не делаю. Часто больно мне и трудно мне. Только даже боль моя какая-то. Не ездок на огненном коне. Отомление и пустая маята. Ничего я в жизни не пойму. Лишь шемчу. Пусть плохо мне приходится. Было хуже Богу моему. Было хуже Богу моему. И больнее было Богородице. И больнее был Богородице. И больное богородице. Пусть плохо мне приходится. И больнее было Богородице. Боегородице. И больное богородице. Амур. Между временем и вечностью, Как над брызнувшей водой, К нам заброшен бесконечностью Мост воздушно-золотой. Разноцветностью играющий, Видный только для того, Кто душою ожидающий, Кто душою ожидающий, Любит Бога своего, Любит Бога своего. Кто, забыв свое порочное, Пометел громаду сон, И как радуга непрочная, И как радуга непрочная, Посиял и отошел, Посиял и отошел. Между временем и вечностью, Как над брызнувшей водой, К нам заброшен бесконечностью Мост воздушно-золотой. Мост воздушно-золотой. Артемий Владимиров. Мост воздушно-золотой. Мост воздушно-золотой. Мост воздушно-золотой. Мост воздушно-золотой. Мост воздушно-золотой. На чердаке средь хлам Связанные крылья Нашел И разорвал Толбую вечеру. Но вот беда Ни спереди не стыла. Срочтить с телесной тканью Не могу. Срочтить с телесной тканью Не могу. Так и сижу В своей квартире пыльной, Взирая с грустью вдаль Через окно. А на полу Распластанные крылья, Который мир взмахнуть Мне не дано. Который мир взмахнуть Мне не дано. Ох, 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 ПЕСНЯ Главой паник, опустил я руки, Летать рожденный, жалкий раб земли. ПЕСНЯ Воздушные стры ловили крылья, Воздушные стры... ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 НАПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Рожденными Богом полетать, и, может быть, кому-то покажется странным, но человеческое слово, как Борь, да, сообщает такую способность и уму, и чувствам, если не телу, то душе. Потому что, в отличие от Икара, которому отец приделал восковые крылья, послуживший несчастному юноше совсем недолго, слово, будучи порождением бессмертного человеческого духа, а главное, вместилищем Божественной Благодати, это и есть исконное Богом определенное предназначение слова, оно и переводится на русский язык как «слава», одно и то же, слово и слава. Чередование долгого пор и долгого автора, знают филологи, это самые обычные литоморфоны того времени, когда потомки Ноя, участницы Емфет, выйдя из Копчега, двинулись на север, разошлись по двум ареалам, друзья, Персии, Льдовстан, правый ветер, Женевское озеро, северное Европа, так что санскрит, литовский язык практически один и тот же язык. И мы с вами действительно имеем крылья, не пыльные, не пчевое, взвязанные, не на палатах ревращивающие, а всегда у нас находящиеся сложные, но при определенных побуждениях и условиях, готовые раскрыться и душу приподнять над видимым, видимое временное, а невидимое вечное. А то, что я не фантазирую, но порой в ясном умею здравой памяти и говорю дело, они мечтают о будущем, подтверждают Слово Божие, которое свидетельствует, что все мы некогда ко Господу Богу, грядущему в этот долин сумрачный мир, будем вознесены. Они вознесены и встретят Господа не на земле, а над землей. И еще древние пророки, такие как Исаия, ветхозаветный евангелист, говорил о том, что верные Богу души будут похожи на молодых орлов, дабы устремиться к встретению, навстречу Ему. И сегодня мы обратим наш взор, как я обещал, к очень высокому предмету – Кресту Господню, к распятию, которое и привлекает к себе прошедшее, настоящее и грядущее, когда буду вознесен, всех привлеку к себе. Интересно, что по деньгам самобытных религиозных русских философов Николай Гордиарев наверняка родил когда-то до своей высылки насильственной за границу и по большой орденке, ты бывал, наверное, в Черниговском переулке, славянского центра, где еще, конечно, не было, но было какое-то имение. В своей книге «Смысл истории» свидетельствует, что и прошедшее, и грядущее стягиваются в лепомы Божественной силой Голгофе, которая утверждена, утверждена посреди земли. Ты, Господи, соделал спасение посреди земли. И все, вся совокупность творения, и ангелы, и люди, и живая, и живая природа совокупно стенает, выбирая и на крест, через который пришла свобода, дыхание Святого Духа, и на нас, крестоносцев, его, как вы знаете, весь мир связан с Богом через человека, через его сердце, через его мысли, чувства. Он есть по справедливому поэтическому, проникновенному изречению Игоря Талькова, только отражение наших чувств и наших глаз. Не в том смысле, что призрачен этот мир, а в том смысле, что человек является тем средоточием или линзой, через которую, если в эту линзу монтирован крест или есть прорез в виде креста, свет Божественной Благодати льется на Богом созданную Вселенную, и хаос превращает в космос. Божественная Благодать через нас действующая, каждый в этом смысле священник, лицо, служащее освящению четырем стихий, небу и земли, призван содействовать не внесению в этот мир дополнительного безобразия и страданий, и разрушения, что весьма удается падшим людям, отворачивающимся от своего искупителя, повернувшихся к нему в солнце спятой и лицом навстречу к ранешней тьме. Но каждый из нас, став сосудом зеждительного духа, а дух святой, именно крестом через крепкий год в этот мир и осеняет собой церковь Божью, как потомок Адама и его возрожденное семя, призван плавно украшать этот мир, возводить его к совершенству, а во всяком случае распространять вокруг себя порядок, красоту, чистоту и любовь, и таким образом выполнять свое исконное предназначение. И мы с вами, раскрывая Священное Писание, узнаем об Адамсе, затворном прежде сложении мира. Это значит, что в предвечном совете Троицы, еще до того, как творческой волей из небытия, в бытие призванных в мир, в предвечном совете Отца и Сына, Логос, Слово и Святого Духа, было определено Сыну Божьему, воспринято человеческую природу, крестом спасти погибающий мир, крестоделок крест, орудием победы, орудием нашего спасения. Некоторые любознательные люди задают, и батюшком вопрос, а что, если бы Иуда пришел к себе, образумился, ужаснулся тому, что гнушалому дьяволу, может быть, уже вступил в город первосвященниками в Великую Среду, так сказать, по римскому исчислению, это был март, по иудейскому кандидату, Ниссан, и число Ниссана 13-е, почему в памяти европейских народов 13-е число, какой-то имеет зловещий отцвет. Как бы Господь тогда поступил? Ну, на все эти «какбы» и «декабы» мы некомпетентны с вами отвечать, потому что хитросплетенный погнать Айнахум часто задается и неосновательными вопросами, но одно ясно, что если Господь бы захотел зайти на крест, не будучи жертвой чужого насилия, и к тому не был принуждаем, то божительная премудрость устроила бы это, при том, что те, кто содействовал своей слобой и гордостью, и восколюбием, и пролюбием, и демоническим противлением к Христу, содействовал осуществлению Тайны Креста, ни в коем случае не избежит своей казни, более остался не раскаянным. Они действовали по своей злобе и по своему мудрованию, а вот промысл, образующий все к нашему благу притворяющий, так что и злые намерения, и действия милости Божьей, оборачиваются наши, их противоположность. Промысл Божий, конечно, бы явил эту Тайну, несмотря ни на что. И, говоря сегодня о Таинке Креста, о Его духовной значимости, мы не ошибемся, если скажем, что эта Тайна пронизывает собой все, и видимое, и невидимое, подобно тому, как и Троическая Тайна, единство трех лиц в одном Божестве, это, если хотите, код бытия, это то число, которое светится во всем и прям все в нашем естестве. Но об этом мы сегодня говорить подробно не будем. И, конечно, в Таинственных пророчествах книгах, начиная мы с первой книги бытия до книги откровения, мы с вами принимаем апостолов как новозавестных пророков, мы найдем в каждой йоте еще все писания, таинственный смысл и премудрость по слову святителя Холарета. Эти писания духом Божьим пронизны, конечно, имеющим ум, здесь нужно премудрость откроют. Все необходимое и достаточное для узнавания и выполнения крестной тайны. Достаточно мысленно перелистать пророческие книги, и мы увидим, как многообразно и многочасно, то есть ни разу, ни два, Христос человечеству предносил взору человечества крест в таинственных символах и знаниях. Но, как всего прежде, он открывается в раю, в этой древе сладости, древо жизни, плоды которого должны были принести Адаму бессмертие, но нужно совершить его, возвести к полноте. Богопознание и богообщение, насколько первозданный человек был к тому способен. Я не знаю, мои речи воспоминутся. Вы знаете, бывают молодые ораторы в упоении, размахивают руками, декламируют, в прическах сбиваются. Но вот... Между прочим, если люди спят, это тоже хорошо. Это значит, что благодать действует некоторым образом неожиданным для докладчиков. Поэтому у меня просьба, не варитесь со мной, за исключением стоящих мест, здесь надо попить. И вот, дорогие друзья, древо жизни – это и есть прообраз Креста, потому что Спаситель для того появился в этом мире, чтобы взрастить нам с треблаженного, как говорят, треблаженного, многосоставного древа. Вы, наверное, знаете, что оно составлено из кипариса, кедра. Кипарис, кедр и сосны. Так срослись между собой эти росточки, по преданию насажденные лотом, счастливых спасшихся от огня Содома и Гамора. Господь взрастил на этом древе плоды, превосходящие по своей доброзрачности, по своему деятельности и то, что предназначено было укушать Адаму, не справившемуся с послушанием. И поэтому лишенному шанса укусить плоды от древа это ключи и тела и удерживающая кровь нахуй спасителя, нами принимаемое под околом хлеба и вина. Для того, что Он, Христос, и родился бесслеменно делом, за счастьем был, и родился чудесно, бесстрастно, силуя Святого Духа, не повредив ключей детства Богородицы, а мы с вами находимся в преддверии Благовещения, для того притерпел все, что слово воплощенное благоволило притерпеть подъяву на себя всю неисчислимую совокупность наших общечеловеческих согрешений, усвоив своему своему божественному лицу вину и проклятие, тяготевшие на человеческом роду, для того прошел ступенями, таких ступеней семь насчитывают аскеты, восходя на Голгофу, был предан в руки язычников был осмелен, был поруган, был оклеван, был ударяем, был распыль и затем только ваш трест, чтобы это божественное снег, это пища и пятие, который делает нас причастниками в вечной жизни, мы могли срывать со креста как прекрасные и чудесные дары, становясь посредством внушения причастниками, сообщниками, так говорят, сателесниками Господа, так что его человеческая душа, его человеческое тело непостижимо состворяются, соединяются, освещают наше душевое тело, и нетленное вечное цветущее божество совершенно осеивало причастника, и он был бы в Боге, и Бог был бы в нем. И мы через Евхалистию, через скушение плодов крестного древа, имели бы Христовый доступ к Отцу и становились участниками Божественной жизни Отца и Сына и Святого Духа, а те энергии Божества почивали в нашем сердце, соделывая из нас живую обитель и сосуд, в котором Таринтона почивает Бог. И все это крест прознаменованный древом жизни. И если бы у нас подало времени обратиться к Святым Отцам, мы бы увидели из истории миротворения, из истории сотворения Адама и последующего грехопадения и соотнесли ту историю, которая началась с той историей Бога-человека, которая в конце времен, то оказались бы соответствии даже совпадающие так сказать с часом в 12 часов по-русски и по-русски простер Адаму руку запретанную древу в лице бьелый и Господь взошел на крест, дабы при гвозди в свои руки по кресту выручевать непослушание Адама. Замечательно в этом смысле богослов стоят святые подвижники, мученики, святители, начиная от последователей апостолов, так называемые афологеты, те, которые защищали христианство при лицом римских императоров, в том числе и устина философа или Иринея Леонского и через все века вплоть до русского писателя преподобного Кирилла Туровского, один из самых красноречивых и глубокомысленных, его можно сравнить только с митрополитом Иларионом. Каким конечно на современном а тем, который вырвал землянку и подвизался на киевских холмах, где в последнее стал Киево-Печерский монастырь, его слово закон и благодать. И все это множество святых отцов, которым-то мы современные священники, пастыри, вот, прифатских паттере, до митрополитов, богословов, можем лишь подражать, лучше сказать слова, которых мы призваны усваивать, пропускаем через сердце и в таком притворенном виде разноченном преподавать современные наши паттерны истории. Весь хор этих отцов встречает Адама первого и Адама второго, находя в прородческих книгах многочисленные знамения креста и в образе того семиеведного, который повелел сделать боговидец Моисей на медном жезле на медном столбе, так что, взирая на это изваяние, иудеи претерпевали боли отжалищих их ядовитых змей, и яд не действовал, обеселивался для тех, кто с верой предыдущего мессию распятого и воскресшего смотрел на это удивительное сооружение. И сам Моисей, который в сражениях с самоликитянами, воинственными, злобными, вот только ИГИЛ уже тех сатанисты юнеют во блоге, однако дух падший в ИГИС, как через тех, так через этих, и изнемогая в молитвенном предстоянии за Израиль мужественно сражавшийся, подымал руки, ближайшие к нему саратники поддерживали руки дряхлеющего старца, и когда в образе Христа он застыл, тогда силы Божьи утраивало свое действие, и Израиль убеждал. И опять-таки тот же Моисей при счастливом избавлении от неминуемой гибели паралитское воинство как церковь, именует сотни тысяч древних реветян, преследовало табор в стамп израильский. И Моисей плакал жезлом руку сначала одним образом, затем перпендикулярным образом, и воды Суанского перифейка, достаточно узкое место, пролив Красного моря, гонимые турбулентно действующим ветром, опять-таки, любое чудо-то знамение имеет какое-то материальное воплощение, и можно размышлять, каким образом, разошлись в обе стороны толщи воды, и угустевши застыли. Вода из динамичного текучего состояния в лед, наверное, тогда не превратилась, мы ничего не знаем о том, чтобы грянул 40-грамм, с ним мороз, но вдруг приобрелось тратичное состояние, и сам этот проход, по которому двигались полумиллионные израильские общества, тоже был, конечно, знаком креста, спасающего нас от дьявола и манших духов. И когда нам, священникам, приходится общаться с маленькими детьми, и эти же самые предметы мы изучаем, то, конечно, необходимо прибегать к некой словесной наглядности, и бывает и старше. Представьте себе, дорогие високлассники, мы с вами идем уже по этому коридору таинственному, толще воды, 20 метров достаточно, и поднимите руки те, кто был в океанариуме, в дефинариуме, Маша и Сашина, знаете, как страшно над видеть плавающего акулу, какого-нибудь осьминога гигантского, и тут шли по бережейку и смотрели, звезда застыла, меченосец, или какой-то рыбой меч, вообще фауна и флора в Красном море, удивительно, богатые, есть и ядовители бы, чем ярче, не раскрашен, тем страшнее по своему стекорчущему действию, и вот можно было за то время, а уж, наверное, часа два-три так они переходили этот перешейк, можно было познакомиться с ирушатно-неведомыми чудесами, которые открылись их взору благодаря силе Равтворяющего Христа. вопрос запомнить дети этот рассказ батюшки на сюжете, еще внукам передадут, потому что наше слово действительно окрыляет и через образное мышление мы как будто входим в иное время иное пространство. И не хватит времени, безусловно, это была отдельная тема, крест пророческих книг, чтобы упомянуть о Иеремии пророке, а он повествует о том, что горькое дерево, брошенное в воду, было злокозным действием в отношении Мессии, крест для Христа были горьким и сладким одновременно, равно и у самого Мессея мы встречаем эпизод книги «Исход», где горькие воды меры источника усложжены были и вода делалась годной ликотья после того, как у него источник было брошено древо. И так вплоть до греческой буквочки Тау говорят, что кольный крест Спасителя не совсем во форме напоминает традиционный осеньконечный крест, скорее, символический крест об осенье конца, а вот греческая буква Тау Тэг была горизонтальная перекладина, вертикальная небольшая приступочка для стоп казненного гераспитого человека. Вот эта самая буква тоже соотносится с тайной креста. Как, между прочим, и кириллица. Мы сегодня называем кириллицей то, что Идерли был глоболицей. А говорят, что изначало кириллица это то, что нынче называется глоболицей, очень сложный, интересный, параллельный вид, параллельный нашей кириллицы, словянки нашей буквенному ряду. И там что ни кружочек, что ни треугольничек, что ни вертикальная речка, так все соотносится символами, является символами, относящимися к таям нашей веры. Почему орфография дело святое, и красные комиссары, конечно, знали, что делали, уродая нашу орфографию, стремя как будто к простоте, к эконом-классу вместо премьер-класса, лучше сказать, империал-класс есть такое, для самых-самых счастливых жителей Аравии, потому что наша треугольничек орфография находилась в живой соотнесенности с тысяч век путешествия письменного литературного языка, и для имеющих предпознательности желание входить в эту толщу веков треугольничек орфографии, конечно, просто гладясь. Но возвратимся с вами к нашей теме крест в хрященном писании, писании святых отцов, также в прозе и поэзии наших словесных художников. Не знаю, как вас, меня очень впечатлило в свое время знакомство с житием Андрея Христаради Еродимова, который, говорят, вот Скиф имел прямое отношение к славянским временам, он наш человек. Наш или не наш, он, конечно, Божий. И в житии преподобного Андрея есть такой пассаж многостраничный, который соотносится не с земной жизнью, даже не с земными чудесами, но с тайной загробного мира. На эти тайны намекал апостол Павел, говоря о человеке, ему знакомом, который был восхищен, не похищен, а восхищен, то есть взят даже до третьего неба, таинственная структура небес. Это тоже особый предмет для исследования, восходящий не столько к Аристотелю, у Аристотеля было представление семи сферам последовательства не столько к священному писанию, к богооткровенному свидетельству об устроении видимого и невидимого. И в этом огромном разделе, которое можно было бы назвать небесным видением Андрея Христора и Еродивого, мы находим замечательные по ясности, красоте, простоте свидетельства. С этого и начинается его знакомство с миром духовным, с небесными сферами. Он совершает крест, который простирается до небес ему уже невидимых и крест это сиян божественной благодати, ему предстоят Серафимы и Ерубимы со страху и трепетом восклицающей святого Господа Бога Самого. И читая рецепт Андрея, мы достигаем, что крест является несущей конструкцией Вселенной и в мире веществом, и в полный прет это все действительные слои, на которых стоит Петербург. Лучше сказать, это та опора, которую держится все творение. Если учесть, что Адам согрешив, разобщил между собой видимое и невидимое, потекло время, никогда не оставляющейся рекой, в которой время, как в потоке мы, словно рыбки, воля-не-воля движемся к концу земного рития, образовалось пространство совсем иное, нежели то их падение. Все изменилось в этой вселенной, и через Адаму были разорваны взаимоотношения, потеряна гармония неба и земли. Небо осталось закрытым для Трауца и его потомков. Рай был насажден на земле, в гости Тигра и Фракт и сейчас ведется великая духовная сражение такой первый этап Армагеддона библейское апокалиптическое сражение сил света и тьмы. Слава Богу, мы не проигрываем русский мир. Я думаю, это все благодаря Церкву славянской письменной церкви. Такое на наши глаза расхоршается чудесное возвращение России на подобающее место в средоточии духовного материала. Это мы конечно благодарим Церкви. И говорим о том, что Адам разорщил между собой все, что небо оказалось закрытым, а рай это небо на земле это преддверие попного мира. А крест Христов под Виктором Голгохе воссоединил, поставил попное, и сам Христос садился в благое видимого и невидимого мира, отчинив себе как Богу человеку всяческое. В нем свершилось великое примирение Эллина и Иудея. И нынче через Христа и через крест мы восходим к небу, а ангелы снисходят к нам, осуществляется взаимное общение видимого и невидимого. И Андрей Христов радио и созерцает этот крест как столб Вселенной. Столб поддерживает с собой купол мироздания. Почему с обратной стороны креста часто слова церковной стихии бывают читаемы. Крест красота церкви, крест украшения вселенной, крест царям, держава, крест ангелам, слава, крест демон и язву. Аминь. И к кресту, к христу, распятому кресте обращаем самые действенные молитвы, действенные по благодати, которая становится церкви. И в наше время священникам часто приходится слышать жалобы, признания о том, что страхи навольняют сердце, тревоги, неуверенные в завтрашнем дне, а как быть уверенным, когда и неизвестно, придет он этот день или нет вообще, что он нам готовит. Завтрашнего дня Бог нам не обещал, только обещал нам прощение для Бог в сегодняшнем дне. И батюшка засыпать даже боюсь меня посещать какие-то ведения, иногда безотчетные чувства утеснения души. учитывая, что мне вдруг никто не улыбнется, либо потому что нервы улыбнутся, либо потому что сердца ближних как на картину посха искажены в неадекватном несоответствующем действительности восприятием родного человека, что мне делать? И в ответ на это священник предлагает записать молитву, которое ежедневно можно было прочитать на четыре стороны света. Перед тем, как мы встаем помолиться Господу Богу у себя дома, молитву, почему мы все знаем эту молитву, в самом кратком ее влияние как дымя Господи висим и честнам как благотворяющим из него креста. Сначала выключил ладо тронется в освящении мыслей, хотя мы по-русски вот сюда узел жизни пояс до средоточия некогда завязанного врачами в родительном доме и сына, живота, и святого духа. Не нужно искать какую-то ямочку. я ходил сейчас в славянский центр у меня напала дама явно перекостившаяся могут ее видеть от семей ты знаешь? Я говорю знаю мужушка всего знаю видно все по глазам этот человек болезненный секрет заканчиваются последние годы цанквения Михаила Копачок и вот ищут ревнители каких-то ямочек не надо нам ни ямочек ни приямочек ни лямочек не поймать сам сын и тот друг самая сложная траектория дальнейшая траектория движения вашей правой руки потому что тут ни митрополиты ни аптеки епископы ни аптеки мантриты ни мирянин друг от друга не отличаются тут нужна боли к победе потому что мало в наше время имеет целеустремленность так вот еще куда-то до ямочки доносят дальше как-то безвольно безвольно плакать свое шрево поэтому это особое ментальное напряжение вот сюда победы боги богатясь нас изменяем но есть и другая молитва замечательная почему-то она не находится в мультуре в мультуре хотя известно ревнительное благочестие вы вечером когда загущаются сумерки выходит луна и льет печальный свет луна распускает скорость в тишине вы произнеете молитву крест христов на весь мир освященный даже не молитва а констатация благодать и крови господа нашего иисуса христа данном оружие на всех врагов видимых и невидимых во имя отца и сына и святого духа аминь и говорят что если вы сверой жилкорящей святыню совершаете крестное знание что нам о заповедном и послове подор осенить свой во всяком случае необходимый то демоны с их ментальными паническими отзаками уже не могут приступить христианину во время его моления чтения как вот эти акулы белые акулы песчаные не могли пробиться к израильтянам сквозь агустившую воду во время их движения через Суанский перешей и вы чувствуете себя действительно как темнец под крылышком на сетке кокоши птицы чувствуете себя как говорят safe and sound то есть полный безопасность в полной тишине омыслов уже и не имеет возможности так угрызать нас как это бывает если человек небрежно приступает к морепословию находясь посреди вихреб прождественных диалог именуется не просто князем воздушным апостол Павел говорит что этот князь перемещается в воздушном пространстве хотя он прикован золотой цепью ангела в тартере но ему покущена малая степень активности для того чтобы мы всегда бдели и были в состоянии боевой готовности отражая крестом разжженные раскаленные стрелы поднимая щит веры всякий раз одерживали малые победы отбили отбил отобьем Ира древний бибийский город а там берем всегда Алеппо с вашего позволения я переворачиваю страничку монолога или уже нет больше стих потрясающе на этот тот пособлен москвичи это совершенно особая нация конечно нация которую нужно жалеть потому что отдаленные от природы от общения соля не имея возможности вздохнуть наполнить труд чистым воздухом мы дорого платим за нашу московскую платим как говорят представители статистики примерно 6 лет жизни если вы жили как все умные люди в сельской местности плюс 6 лет много это или мало конечно совсем немало плюс 6 лет свинцовые всякие хористы это важно отражение отношения но давайте по главной теме нашего собеседования я упомянул о том что замечательные сохранились до нас нашли из глубокой древности Бога духовен то есть помазанные Божьей благодатью размышления святых подвижников преимущественно пастырь и церкви о кресте и куда-то задание еще не выходит сегодня знакомых со всем корпусом невозможно святотечных писаний но из малого мы можем обо многом догадаться и в свое время юношей студентом университета я впервые раскрыл для себя книгу называлась она ранее христианские отцы церкви нет апологеты то есть защитники православия до революции профессор приобретенский в котором он собрал послание Климента римского апостола Варнавы раньше их отделе и послание даже уходили в состав Нового Завета ОФД в Осийских церквах замечательная книга апостола 70 Елма Елма такой божий муж книга называется Пан его протолковал подробно святитель Феопан Дворник наследие которого непогли питать русскую церковь он был ерм свят как и все апостольские мужи и Дух Святый явственно на нем почевал как на преподобном Серафиме в лучшие моменты своей жизни преподобный Серафим сиял в Божейственной Благодатию то есть зримо награбо за крестом Ашей расставался с маминой верным крестом был он сосудом Святого Духа это явно муж апостольский ничем не отличается от библейских пророков по качеству введения церкви по грядущим временам по сувы мир по правильным спасения по пришествии кристовы это золотая апостольская литература чтобы представить вам этих мужей я не буду касаться мини-пастой вспомнить два эпизода движения апостола яма однажды он шел по берегу москоден где-то там средиземноморье святым местом созерцал величие природы вот так вот Максимилиан Волошин вставление не расставался с укорами закатами и увидел вдруг покупающуюся женщину интересная пистолет или нет очень это был уже не царь Давид который вы помните мгновенно палку стреленной выпущенной в него стрелой Купидона ям был обновлен духом святым и Христос служил в его сердце и он созерцал покупающуюся женщину не так как Давид Версарию а остраненно просто увидел Божье создание прекрасное и гармоничное без какого-то сердечного нас склонения в сторону этого предмета но так у него было в Масовске благодушное настроение он подумал если бы я был предназначен для семей жизни наверное было бы хорошо иметь вот такую супругу как израяние мраморное насколько совершенно Божье творение и пошел к себе потому что он не пожелал иметь ее он был безбрачен и как многие тогда хранил свое детство если я не ошибаюсь ради Христа а вечером на молитве Дух Святой сказал ему в глубинах его сердца не подавая апостольскому мужу содержится таких мыслей они опасны могут еще когда-нибудь завести туда и он покаялся что он допустил такое изумровое возмышление и другой этот тоже запомнился мне рекомендовали эту книгу какое-то ручное название первое писание мужей апостольскому многократно переизданно это после священного писания нового навета самое раннее памятник христианской литературы и другой был эпизод писания мужей апостольскому и другой эпизод когда ему открылась брань со стороны падших сил с человеком такие откровения говорили многим об дроне великому последствии духовным духовным обещаниям увидел полчища падших дух в котором предстоят ангелы господни на страже всегда взящее человеческой души и явно мгновение впечатлился мощью того темного воинства и Дух Святой сказал ему по-моему очень важные слова для нашего маловерного века явно не унижай великой любви Божьей к тебе пустой баялью темных сил не унижай величие Божьей любви к человеку пустой баялью вот этих падших сил не бойся потому что ничто и никто не может нам повредить если мы согреты преданностью и любовью к небесному отцу как дети ходят при ним и ничего плохого не смешаем к сожалению нужно признаться что даже и литература нынче порожденная на развал книжных говорит о том что у многих какое-то не светлое восприятие жизни дешевые эти книжечки автор Блудовитый как защититься от черадея и бесконечные вариации на эту тему так что встречают бедных женщин похожих на героину из романа преступления и наказания Федора Михайловича Достоевского там была такая расстрелка на этом исполнях Екатерина Ивановна замужная замужая Екатерина Ивановна просто была ранее Давыда социальными заботами а эта бедная свихнулась в своих апокалиптических каких-то божных мыслях а мы с вами обратимся к замечательному святителю Мелитону Сардийскому если не ошибаюсь связанному с судьбами Сардис это одна Сардис малая азерба мне казалось что он каким-то образом связан будущей грузинской церкви я могу ошибаться замечательно что писание Мелитона Сардийского это поэзия как поэзия являются и пророческие книги и даже заповеди спасителя это тоже поэзия так вырослал Сергей Сергеевич Аверинцев исследовавший арамейский текст говоря о музыкальности притчи заповеди спасителя многочисленных соотнесенностях значений определенной ритмичности слов Господа и перед нами таким образом и проникло это другое и одновременно художественное произведение в частности у Мелитона Сардийского сохранились фрагменты о Пасхе Господней равна и о страстях Господней я по горе себе прочитать несколько пассажей которые непосредственно соотносятся с Крестом Христовым это слово о страстях Господня и главная соотнесенность Креста Спасителя и человеческого сердца читателя который отделен от земной жизни автора более чем полутора более чем полтора тысячелетия прошло итак посмотрите на мзду Израиля убили помощника иудеев воздали злом за добро и скорбью за радость и смертью за жизнь того кто воскрешал их мертвых и исцелял промых и очищал прокаженных и возвещал свет слепым того убили повесив на древе абсолютная ясность и простота слов напоминающие нам во многом вслуху Святой Пятницы Великой Пятницы о тайна новая и несказанная повесили на древе того кто основал землю пригвозили ко кресту и приготовили гроб тому кто измерил небеса напоили уксусом того кто поет справедливость напитали желчую того кто животворит и кормит их спасением пронзили руки и ноги того кто исцеляет их руки и ноги о тайна новая и несказанная ибо судим был судья и связан был тот кто освободил связанных пригвожден был тот кто сотворил мир измерен был тот кто мерит небо и землю кто животворит творение и погребен был тот кто воскрешает мертвых совершенно ясное и стилистически и композиционно произведение где представлены две тезы или теза и антитеза связан был тот кто освободил связанных внуки страдания орудия страсти христовых соотносится с благодетельными то есть победными благотворными для нас последствиями смерти христовой и воскресенья еще немного когда спаситель на кресте закрыл плода свет засиял в одну ибо сошел Господь разрушить ад не телом а душой ибо сошел Господь и душой обладел всем адом телом же землей когда повесили на дрели Господа во плоти тогда открылись гробы и разрушился ад и освободил многие души и воскресли мертвые и невыносимо было для творения увидеть Господа своего висящего на кресте мы видим что знаменитое апостальное слово Иоанна Златоутова написано по существу в этом же стиле преимущественно глагольные формы которые запечатлевают действия открылись гробы разрушился ад освобождены души воскресли мертвые удивительная смысловая насыщенность текста его динамика все это пронизано энергией Духа Святого и говорит о зиждительной власти Божьей благодати и в завершении ужаснулось творение созерцая спасителя распятого висящего на кресте и говорила что это за новая тайна судья осуждается и молчит невидимый видим на кресте и не стыдится по-моему шестой век в прошлом стихе Христово необъятный объят и не ропщик бесстрастный страдает и не ищет отмщения бессмертный умирает и остается безболвным тайна смысла этого текста очень проста Христос Бог и человек Божество не причастно страданиям а человеческая природа спасителя восприяла страдания однако и Божество и человечество имеют одно лицо второе лицо Троица Господь Иисус Христос поэтому хотя Божество не страдает но когда святые отцы говорят Бог странный Бог времен и был избит тростью и увенчан венцовым крестом то мы понимаем речь идет не о Божестве а о нашей человеческой природе Спасителя которая соблагодарила взять на себя всю совокупность страданий болезней мук всех людей вот когда до того кто последним имеет родиться еще его матери царь небесный погребается и все перенос что это за новая тайна ибо онемело все творение и затрепетало но воскрес Господь и тогда все познали что судья был судим невидимый был видим бесстрастный страдал бессмертный умер небесный погребен на земле и родился Господь человеком и был судим чтобы помиловать людей связан был чтобы развязать перенес бичевание чтобы простить перенес из-за тебя крестную смерть чтобы освободить тебя от страстей умер на кресте чтобы оживить тебя крестом погребен был чтобы воскресить тебя ибо Господь страдал подобно людям и подобен этим были уничтожены страсти человеческие и смертью убил смерть если бы такие были сейчас учителя катехизаторы проповедников которые простые слова лишенных всяких иноязычных корней трансцендентности и прочих сами по себе весьма законных отмеченных понятий с нами общались конечно голубоглавы потому что эти слова дышат живой и святой верой и дозидель даже и младенца вовсе не изощренного в богословии но мы с вами теперь немножко снизим завершение нашего монолога полет и давайте взяв противомысленные крылья взяв противомысленные крылья перелетим туда откуда начались унины швечер конец 19-го 20-го столетия давайте сделаем маленькую основную по 19-го середине точнее в последние треть 19-го столетия проза и затем закончим серебряным веком а там глядевший 21-го подойдет крест в художественной литературе были писатели которые боялись креста как Лев Николаевич там стоит но имея художественные дары будучи художниками конечно не могли миновать эту тему интересуясь судьбами русского народа и феноменом явлением русской души как можно было обойти этот предмет при том что сам говорил веснополянский грамм ииновался свидетели даже расстались умерла такая матушка Серафима лет двадцать тому назад еще девочка была сама слышала как грамм признавался не могу преклонить колено при этом спятом Иисусом что-то ему мешало какой-то штырь стоял от сердца к обеку как подпора конечно гордыня именно это слово произнес великий знаток человеческой души преподобный Амросий задумчиво глядя вслед графа который уезжал в Кибике после первого посещения ему цены пустыни произнес только одно слово гордыня но не осуждающий как мне это любят делать а с великим сожалением потому что ему передалось заключение испытываемое этим мыслителем титаном очень подходящее слово для Толстого изнутри распираемого раздираемого благоборческим духом сокрытым под фасадом Толстого Стопловского моралистического учения в котором не было места Христу победившему дьявола и смерть а вот слотобог еще длин Михаил Евграфович там ведь пынул отца Яна Каштатского и общился святым престолом Таим под конец своей многострадальной жизни благострадали потому что только Царство Божие внутри нас есть так и темное царство в котором писал не только щедрин обстровский и разъедаемый внутри как будто бы по различию желчи он великой знаток русской души русского быта русского человека резко когда отдыхал умом и сердцем потому что кажется что он был совмещал в себе трех укреникс в одном лице и россия конечно он был русским человеком не был чужеродным россией это не был шарли индон который смеется над всем что вызывает только шок и слег как русский человек он конечно мог с одного бока представлять себе россию ну и любил ее и если протоколица с полным собранием сочинений еще длина мы найдем совершенно неожиданные для нас страницы из которых видно его душа помазанная духом Божьим тайны крещения иногда оживала расправляла крылья он приподнимался над лужами города Милгорода описанной имени Николай Васильевич Богорев и мир обретал и его многоцветия становился объемным а главное изнутри насыщенным светом я помню как молодым учительом скольбе литературы как будто случайно найдя уроки дешевые издания что-то овощи длина для народа издания Максом но не Карла конечно тот ничего не дал милого нашему сердцу наткнулся на почерк судьбов Шеренат и судьбов на Пасху какие-то птички вылупились изерцавицы улицы русского уединенного города преобразившиеся благодаря праздничным одеждам обывателей училых или мастеровых подобно констому его боговольному замыслу романе воскресенья однако первая глава этого романа это пасхальное заутреннее какое-то посетившее Два Николаевича чувство может потом вспоминало свое детство и отрочество тогда хотелось целовать все о нищих и забыть со словом предрассудка это братское чувство объединение во Христе переполняло сердце главного героя а значит красава так вот и Михаил Графович пишет теплый светлый очерк и видно что где-то в сокровенных уголках его души божья благодать свет во тьме светит и тьма не обумает она заявляла о своем присутствии как она заявляла о себе и в душе Михаила Юрьевича другого Михаила и верите и плачьте и так легко и в небеса для него Бога и конечно очень жалко что в школьные времена когда из-за школьных исход Головлевых надо напомнить только с мертвыми которые Иудушка по сфере Головлев совершал умершлял своим противом непряжением по матери оставлением ее без попечения это значит по пранию четвертой и пятой заповеди это повина которая соединяет нас с Богом чте оттай матери да благо тебе признается священником а мне нехорошо ну а какие у вас причины для такого депрессивного остается все лом все лом и вы мне сейчас будете говорить батюшка прописные истины не надо вы мне сделайте чтобы было хорошо а хорошо прописано чти отца и матрицу это будет тебе хорошо то есть согрей свое сердце жалости милости сострадания по отношению к утробе тебя родившей напитавшей и будет хорошо не знаю что он без этого идет это хорошо потому что бог обещал не человек точнее бог и человек и пожалуй самое сильное в этом романе это конечно его завершение и удушка стоит в страстную пятницу вечером в четверг то есть в храме господнем только что наелась спичечная головок его племяшка актриса провинциального театра тоже наверное обманутая каким-нибудь режиссером Кумиром Дядюшка скажите вы добрый вы добрый вот у дядюшки с закостеревшей душой представлен посвящен каким-то ощущением бессмертного в русской классической литературе в виде это создание испытывавшие не просто преждевремен усталость от жизни а уже не примевшие силы жить он наверное ощутил себе какой-то проблеск артейческого начала поступая как враг в отношении домашних балбесу сына матушки матери своей тут что-то наверное почувствовал как осень порода бывает день вечер когда повеют весной весна сострадания сострадания что-то что-то ступенется вас вот эта способность и одновременно потребность со переживанием сострадания оно дается нам как нам дается благодать при желании ее христилим хир замечательная и наверное по силе художественного средства выразительности это действительно шедевральная глава где Иудушка взирает на спяти немого христа вознесенного при дочре собравшихся в деревенском и сельском праме слушает страстные евангелия с возжженной свечой окружающими сумраками его сердце начинает просветляться он вдруг соотносит мысль Белитона Сардинского он соотносит с евангельской историей свою страшную историю историю вот этой усадьбы усопшие как живые предстоят самому Парфирию Головлеву вдруг он понимает что умертвее им осуществленные примерно так как англосаксы методично осуществляли геноцид пользусь иногда своими иногда чужими руками вот бельгийский король Леон какой-то четвертый Бельгия стоит в центре ООН не ООН а Европейского союза во время своего управления 19-20 века Конго население Конго из 20 миллионов довело до 10 миллионов Совершенно шокирующие нас сведения о том как бельгийцы и там черная раса в центре Европы чтобы заставить работать с конгаленом накрывали ручки их детей и заставляли родители эти ручки держать свои подруги при невыполнении нормы по производству ручука и Иудушка привыкший вот так вот каменно сердечно с чувством с толком с расстановкой по умному чтобы никто не догадался доводить до предела своих сроков подвергая астракизму и выталкивая их как пупышонок из родового гнезда вдруг соотносит каждое из этих умерших судьбу каждого и прежде всего маленький с мучениями Христа если ты Сын Божий сойди со Христа посмотрим не придет ли или я спасти его сказали представляющий кустам губку с уксусом и разбойники хулили его один потом прохалился и разограли ризы его и обозрелся металю гребей и вот удушки соединяются эти два пламма если у Михаила Булгакова его злосчастной Маргарите и мастере совершенно родились и два пламма а если соединяются то не так чтобы служить по святению нашему действительности советского времени и евангельская история не узнаваемо искаженная то сутково сутково соединяются Палестина начала христианской истории и XII век и испытав какое-то потрясение как он называется катарсис переоценив прожитая увидев что свет оказался тьмою победой одержанной поражением вдохнувшись в Палат он мартовской ночью идет на маменьке на могилу разыгрывается непогода мокрый снег пронизывающий до костей ветер и Иудушка идет к маменьке просить ему прощения потому что все воскресные воскресные мертвые как воскрес Христос и там он и умирает на этой могилке в Павлее покаяния видимо преображенный действием Духа Святого встали уже а мы с вами практически уже довершили наше дело и я прочитаю без особого комментария буквально два-три стихотворения наших классиков в Павле в Павле сейчас обществе благодаря Суарцине такая дочь отнялась юношей совершенно имя интересу из поэзии я случайно по-моему в школе прочитал буквально одну строчку из блока точнее четверостишья им заканчивают все стихотворения помеченные 1907 годом и челн твой он обращается ко Христу будет ли причален к моей распятой высоте и вот интересно что за строчка у меня осталось в сознании все эти слова моя распятая высота юноше жившему в советской атмосфере совершенно было непонятно что это за распятая высота а вот потом потихонечку пришло понимание что поэт чувствует сам себя распятым пригвожденным всей совокупностью страстей падения трагедии обстоятельств и он как будто избавляет словом с распятия спасителю символисты намного и были способны но мы с вами пользуясь главным педагогическим мастерством делать правильные акценты отмечать роль деталей художественного произведения конечно выведем очень глубокую мысль все человечество распито все распинается Христу некоторые одесную а некоторые шурию и Николай Гордиак о котором я упоминал в его книге смысл истории смысл истории и говорит об этом и в пунктах может быть не сдаться отчаяния обладвления и непонятна кончина блока разбившего тростью плюс Аполлона он болезненно переживал делириум то состояние внутреннего хаоса которое владело слушайте слушайте музыку революции когда он писал эти двенадцать чеканившие шаг и увидев прелестное видение христа белых венчике из роз преди иисус христос господь не освящая кривой бога свой но допустив эту смуту великую конечно горненько взирал в грядущее а может быть поэт имел в виду одно а стихотворение выразило другое потому что Россия как и Достоевский пройдя застанчивать эту каторгу добровольно вынушим в сердцах мыслящих сословий вот теперь уже без пяти минут готовы пронести осанна и не кто-нибудь а министр иностранных дел Лавров говорит о том что даже если бы не было Крыма нас бы все равно проспинали потому что мы отстаиваем библейские ценности бытия как бы то ни было мы выслушали это стихотворение Александра Блока символисты с их туманными идеалями с их поэтикой то есть усложнённой художественной образностью метафорами которые можно осмыслять теперь осмыслять ранний постернак благоговевший предлогом почти что совершенно непонятен в его стихотворении есть оттачивание литературного мастерства но когда мы знакомимся с простотой почти что гениальной простотой его самопоследних стихотворений понимаем какой путь он прошёл от этой сложности многоплавности к вещи на простоте но обратимся к Александру Блоку когда в листве сырой и ржавой вот первые строчки это повторение когда в листве сырой и ржавой рябины залеет гвоздь когда палач рукой кострявый вобьёт ладонь последний простите рябины залеет гроздь когда палач рукой кострявый вобьёт ладонь последний гвоздь когда над рябью рек свинцовый в сырой и серой высоте пред предликом родины суровой я закачаюсь на кресте тогда просторно и далёко смотрю сквозь кровь предсмертных слёз и вижу по реке широкой ко мне плывёт на челне христос в глазах такие же надежды и тоже любящий на нём и жалко смотрят и надежды ладонь побитые гвоздём христос родной простор печален изнемогаем на кресте и чёл твой будет печален к моей распятой в костерте да таинственные стихотворения и может быть биографы блока будут вычленять в нём мысли и чувства мне мне кажется что здесь Христос Спаситель соотносится с ликом Родины суровой а вы знаете что у художников и поэтов начала века была загрязнена русский Христос заходим в марку муриинскую обитель любилое детище Елизаветы Фёдоровны и смотрим на холст Нестерова русский Христос к которому подходит и крестьянка с его собственной поэтов боли души и именно аналоги природы когда возвращаются возвращаются те кто был повернут боком или тыльной частью церкви и и церкви церковь и церковь а вот 1902 год Иван Алексеевич человек сложной судьбы а у кого она простая сложного духовного состояния темные аллеи души не прятаться весеннее дыхание от которого пострел в пояснице бывают все художественные образы крест в долине при дороге а на нем на ржавых копьях у подножия распятия и степных цветов венок как был ясен южный вечер как любил я вечерами уходить в простор долины к одинокому кресту тяжко тяжело в те дни мне было я был молод я навеки с тем кому я воду душу расставался в эти дни чья же грусть мою смиряла кто задумчивый и кроткий сплел в долине при дороге из цепных цветов венок за широкую долину в балках вдаль полей смело южный августовский вечер был спокоен смех и ясен а в долине кто-то перв и звала меня тонила вдаль полей и что поздним летом так прекрасно и безлюдно и грустно в 1902 год опять на лоне природы видится крест и проселочные дороги лирическое воспоминание какие-то загадки на которые не дано прямого ответа и умиротворение тушена которые хотя бы на малое время успокаивает заложники собственно тяжелых мыслей и безотчетных стремлений есть его подводить и завершим наш экскурс еще двумя маленькими стихотворениями по выходе книжечки в том числе и лирика не знаю дозволили ли батюшки пускаться в лирику я столкнулся с тем что прихожане особенно прихожанки болезненно для лирические стихотворения ища прототипы я думаю что нужно когда придется умиреть и под бесчувственным телом равно ко всем и сливаем на пределы неба хотелось учевать еще лет 50 пройдет все остается как говорили пролетарии пустаканцы уже можно быть спокойно теперь почитать и меня учить вот в этой книжечке 33 лирических стихотворения отвечая на вопросы иных людей на корреспонденцию один я получил вопрос такой батюшка мне очень тяжело мы с мужем примирились жизнь постепенно входит в прежнее русло он старается но вижу что не забыл еще эту женщину хотя говорит что любит только меня и всегда любил у меня внутри пустота все как будто выжжено ну не надо что-то ответить тут знаете драма и конечно художественный образ художественное слово является лучшим бальзамом для души для души растревоженной для души может быть кровоточающей в этой книжке много конечно несовершенства внешнего но то не бед о грехе уже давно я не мечтаю кто дернул бы мои косички и сердцем боли не растаю потупив почки и реснички люблю услышать бы хотела увидев преданность в обзоре лишь бы за словом было дело ведь суть друзья совсем не в слове я знаю все так быстро течет и это слышать вам не вновь на древе четыреконечном на древе четвероконечном живет распятая Бог